трансляция с утренней молитвы я включил пораньше сегодня трансляцию поэтому кто подключается просто чтобы не опаздывать с трансляцией и технически проверить удостовериться что все работает я включил пораньше поэтому сегодня чуть через пять минут начнем пока читаем слово божье паки и паки как говорится снова и снова читаем послание кефесянам 1 глава 3 стих здесь написано благословен бог и отец господа нашего иисуса христа благословивший нас во христе всяким духовным благословением в небесах так как он избрал нас в нем прежде создания мира чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви предопределив усыновить нас себе через иисуса христа по благоволению воли своей в похвалу славы благодати своей которую он облагодатствовал нас возлюбленным в котором мы имеем искупление крови его прощение грехов по богатству благодати его каковое он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумению разумение открыв нам тайну своей воли по своему благоволению которую он прежде положил в нем в устроении полноты времен дабы все небесное и земное соединить под головою христом в нем мы и сделались наследниками быв предопределены к тому по определению совершающего все по извалению воли своей дабы послужить к похвале славы его нам которые ранее уповали на христа в нем и вы услышав слова истины благовествование вашего спасения и уверовав в него запечатлены обетованным духом святым духом который есть залог наследие нашего для искупления удела его в похвалу славы его дальше 15 стих 1 главы послание эфесянам перед утренней молитвой я включил пораньше сегодня вот читаю слово божье посему и я пишет апостол павел услышав о вашей вере во христа иисуса и о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас бога вспоминая о вас в молитвах моих чтобы бог господа нашего иисуса христа отец славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию его и просветил очи сердца вашего дабы вы познали в чем состоит надежда призвание его и какое богатство славного наследие его для святых и как безмерно величие могущество его в нас верующих по действию державной силы его который он воздействовал во христе воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только всем веке но и в будущем и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви которые есть тело его полнота наполняющего все во всем аминь спасибо тебе господь аллилуйя да вот уже и 6 утра слава богу бокертов арсений бесшалом приветствую вас дорогой брат во христе и церковной реформации аллилуйя слава богу да вот 6 утра и их начинаю трансляцию с утренней молитвы и завязание сегодня утром здесь я еще в рязани вот сегодня же уезжаю вот спасибо всем братьям сестрам здесь в рязани за гостеприимство в баптистской церкви здесь рязанская написано автономная церковь евангельских христиан-баптистов пастор анатолий антольевич редин братья сестры здесь очень гостеприимный народ вот странно приемные гостеприимный да вот и самое главное люди верные люди святые и верные да и вот арсений как раз вот процитировал сейчас чем вот как раз завершил я вот это величайшее откровение о церкви аллилуйя полнота наполняющего все во всем церковь это мы нам дана вся его полнота аминь и действительно это так и бог хочет чтобы через его церковь он наполнил все во всем и наполнял все во всем благоставение господня слава богу народ божий благоставляя вас всех шалом мир божий молюсь о рязани сегодня молюсь о пробуждении земли рязанской и древней многострадальной этой земли светлана пишет пусть умножится благодать и мир в познании господа нашего иисуса христа аминь 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 да и пусть вся наша и страдавшаяся планета весь этот мир многострадальный наполнится этим богопознанием вот именно как водами наполнится и пусть умножится действительно благодать и мир в познании господа нашего иисуса христа вчера в завершении я делал трансляцию вчера с молитвы там в церкви в самой церкви до проходят по средам здесь молитвенное собрание вот баптийской церкви слава богу за братьев сестер вчера были люди средств центра приехали верующие с других церквей пришли тоже на вечернюю молитву слава богу это замечательно было и вчера вначале там помолились спели гимны потом делился я словом свидетельствовал много и в конце как раз от молились о том вот я молился лично о том чтобы вот действительно вот это чудо произошло наполнение полноты и полнотой его божественной полнотой даже то есть не частичное познание о боге не фрагментальная которая в этом мире присутствовала всегда даже в годы или эпохи даже самого мрачного там не знаю вот говорят темное средневековье казалось бы да но даже и в темной ночи порой какой-то огонь горит даже в темной ночи какие-то звезды и даже чем темнее ночи если но в городе это не так видно то что в городе все время подсветки есть а если за город выехать в село допустим да да и всего такое прям исконное село где нет там ночью никакой подсветки никакого электричества ночь темно и если них них не пасмурно них марно там на счетах звезды как сияют звезды прекрасно и даже в самые темные ночи человеческого рода есть фрагментальное такое откровение боги познание свет какой-то пусть осколочки этого света но они сияют пусть это звездочки казалось бы но они сияют в ночи но бог хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины и чтобы полнотой его не просто частичным богопознанием не только фрагментально как-то люди слышали о боге знали что-то боги где-то как знаете ли а чтобы имели все вот это вот богопознание вот это полнота чтобы мы люди имели то полноту спасибо тебе господь спасибо тебе царь вселенной я хочу еще раз прочесть вот перед трансляцией я включил просто сегодня пораньше трансляцию ну переживал потому что вчера я пытался на протяжении 15 минут даже больше включиться и уже чуть не отчаялся думаю наверное все наверно не получится трансляцию делать потому что никак не хотела аппаратура включаться вот и насчет то писала сети нет хотя сети ведь сеть была все нормально но потом помогло помог старый добрый совет компьютерщиков элементарно перезагрузка и на самом деле перезагрузил и все заработал надо же думаю ну ладно вот а сегодня уже перестраховался пораньше включил до минут на 5 на 10 ну чтобы начать чтобы хотя бы на удостовериться что будет работать все и начать уже что-то предпринимать вот и начал читать как раз слово божье кто тоже подключался слава богу и я сегодня читал перед началом трансляции ты до 6 утра до насчет послание к ефесянам 1 глава там потому что эти молитвы павлова вот эти вот такие молитвенные такие послания в молитвословиях таких знаете ли очень очень трогательно это все очень трогательно и тем более что в этих молитвословиях и в этих вот в этом послании в этом в духе в истине послания возвеличивается иисус возвеличивается господь наш спаситель наш и это прекрасно что и возвеличивается человек верующий, возвеличивается действительно вот эта тайна, что прежде бытия, прежде создания этого мира, Бог уже что-то имел в виду, Он что-то уже, Он совершил что-то уже удивительное, Он любил нас, Он верил в нас, и это замечательно, друзья, это окрыляет, это проживая свой век в этом временном мире, в этом временном измерении, пространстве, знаете ли, порой ты переживаешь эту благодать Божью, и веру, порой ты наполняешься этой верой в невидимое, просто живешь этим осуществлением ожидаемого, порой очень все трудное, тяжелое дается тебе, и знаете ли, вот, ну, как у человека верующего, тоже у меня всякое бывает, знаете ли, порой, как вот тот еврей говорил, верю, Господи, помоги моему неверию, знаете ли, верю, Господи, помоги моему неверию, порой вера, как неверие, но такое доброе неверие, знаете ли, как вот Вот не то неверие, злое неверие, когда человеку даже если хоть и все доказательства предоставь и по полочкам разложи, все разжуй, все объясни документально, все покажи, прям научно, документально, ему хоть кол на голове чеши, а он не верит, не потому что мало доказательств, а потому что не хочет верить. О такой категории граждан Иисус сказал даже однажды в притче, очень жестко, конечно, устами Юлия пишет, мир всем, братья и сестры, мир Юлия, мир братья и сестры, всем, аминь, аминь. Иисус сказал, говоря притче про Лазаря и богача устами Моисея, Иисус сказал такие слова, даже если из мертвых кто воскреснет, не поверит. Знаете, есть, к сожалению, такая категория граждан, очень важны, поэтому не просто наши убеждения даже, а предубеждения, что человек хочет, вот, но если человек хочет познать истину, то тогда действительно он познает и откроется для этой истины. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все, благодарю тебя за это доброе утро, благодарю тебя, помолимся, братья и сестры, прославим Бога и поблагодарим Бога за все этим утром. Благословен ты, Царь наш, благословен Бог наш, Царь всей вселенной, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, Господь Бог Святой. Благодарю тебя за доброе утро, благодарю тебя, что ты просветил, Боже, сегодняшним утром, Боже, нас светом своим, Боже, и просвещаешь. Благодарю тебя за эту возможность, и техническую эту возможность, выходить вот так вот в эфир, прямой на канале Ютуба. Благодарю тебя, Господь, за эту возможность служить людям, Боже, тем, что ты даешь, Боже, это восхитительно, это удивительно, это прекрасно, Боже. Боже, блажение давать, ты говорил, нежели принимать, и Боже, и всякий человек это больше или меньше узнает, познает, даже не верующие люди это познают, а верующим наипаче это пристало, Боже. А особенно тем, кто проповедует Слово, трудится в Слове, Боже, потому что действительно, Боже, когда даешь это Слово, ты не держишь это у себя, а даешь это Слово, которое ты даешь, ты наполняешь которым, Боже, ты еще больше, еще другие грани этого Слова открываешь, Боже, ты, Боже, действительно велик и могуч, ты всесилен. Этим самым ты показываешь, что ты у нас учитель, ты единственный, кто по праву называется учителем. Каждый из учителей в христианстве, ты ставишь учителей Господь, но каждый из учителей, это так, поскольку, поскольку, лишь учитель, поскольку ты учитель, с больших буквы на самом деле, да, мы наставники, Господи, наставляем друг друга, Господь, наставляем, Боже, вере, Боже, но, Господь, наше наставничество, оно так, поскольку, поскольку, ты наш наставник, Господь Святой, Боже, и называться ни учителем, ни наставником, ни отцом нам не пристало, потому что ты и отец наш, и учитель, и наставник, и все, все, все для нас. Спасибо Тебе, Господь. Наше отцовство, Господь, от Тебя, Божие. Божие и рождать через благовествование мы можем лишь благодаря тому, что Ты, Божие, совершаешь это. Лишь благодаря Тебе, лишь благодаря тому, что Ты наш Отец. На кого нам еще уповать? На кого нам еще надеяться? Кому нам верить? Боже, только Ты, Господь. Спасибо Тебе, спасибо огромное. Спасибо этим добрым утром, говорю Тебе спасибо. Спасибо. Благостави всех братьев, сестер. Благостави сегодня весь народ свой, Божий, церковь свою, полноту наполняющего все во всем. Боже, действительно, Твоя полнота, Божий, наполняет нас, Господь Божий. И Ты действительно хочешь, чтобы все люди спаслись, и чтобы наполнилась земля наша Богопознанием, как водами, такими, Господь, земля наполняется. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Аминь. Юлия пишет, да, из Петра, 1 Петра, 4, 10. Служите друг другу, каждый, тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Аминь, аминь, аминь. Домостроители этой многоразличной благодати Божьей. Она действительно многоразлична. Открывается, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за братьев, сестер, за напоминание об этом слове, Господи, спасибо. Царю Небесной, Утешитель, Ты действительно Утешитель, Дух Истины. Ты, Который везде присутствуешь и все с собой наполняешь. И проявляешься ты, Господь, действительно, Боже, в наших судьбах. Твое присутствие, оно проявляется порой очень неожиданно, да и чаще всего неожиданно. Боже, даже если мы, как казалось бы, готовимся к этому проявлению, оно действительно внезапно, оно действительно неожиданно. Боже, спасибо Тебе, Господь. И Твое, Боже, присутствие, Твое наполнение все во всем, оно проявляется порой в этих чудесах, знамениях, исцелениях. Боже, прошу коснись, Господь, Боже, тех братьев, сестер, о которых писано было и в WhatsApp, и вайбере. Боже, об исцелении, Боже, вчера что звучали просьбы, молитвенные воздыхания эти, Боже, даже те, которые не оглашались эти просьбы или не оглашаются, Боже, Ты знаешь этих людей, Господь, прикоснись, Господь, исцели, Боже, по своей богатой милости, Боже, пусть Твое вот это полнота наполняющего все во всем, Боже, оно проявляющееся в таких порой удивительнейших чудесах, Боже, проявится в судьбах наших братьев, сестер, Боже, в чудесах этих и знамениях, Боже, в утешении, в этом слава Тебе, аминь, аминь, да, и Юрий пишет, аминь чаще всего неожиданно, и не так, как вообще планируешь, это 100%, вот, это, помните, как в фильмах там показывают, вот, о войне, там, Второй мировой, там, что значит, что внезапно там напала там фашистская Германия, хотя там уже все, как бы, уже вроде и готовились, ну, обычно в кино показывают так вот, что готовились уже к войне, как бы, и вдруг там потом объявляют, что внезапно, неожиданно, потому что, потому что есть вещи, которым никак нельзя подготовиться, вот, ну, и из таких отрицательных примеров, страшных примеров, это вот война, даже если к ней и готовятся, там, значит, там люди, да, допустим, все равно она страшна и ужасна и безобразна, и к ней нельзя подготовиться, вот, значит, никак, вот, значит, те, кто испытал войну, те понимают, о чем говорю, на самом деле, я лишь частично, лишь очень немного был, даже не на самой войне, а, вот, как бы, видел, ну, раненые, покалеченные люди, судьбы, проповедовал в прифронтовых зонах, или сразу после боевых действий уже, вот, то есть, но, даже вот то, что я видел, то, что слышал, то, что ощущал, переживал в эти моменты, эту боль, знаете ли, невыносимую просто, я понимал, что, как бы то ни было, военные или гражданские люди, к этому ужасу войны не подготовишься никак, а тем паче, если брать, это я брал, я отрицательный пример, а положительный пример, божье присутствие, божье слово, к нему наипаче, еще в большей степени, никак нельзя подготовиться, даже если готовишься, даже если настраиваешься, читаешь слово, молишься, там, значит, там, как бы, делаешь все вот эти вот религиозные манипуляции, которые, вот, значит, как бы, значит, обычно советуют в церквях, как бы, и, ну, добрые, хорошие, ну, манипуляции в таком, я не в плохом смысле слова говорю, хотя иногда они, как бы, и в плохом смысле, вот, значит, происходят эти манипуляции, религиозные, я имею ввиду, вот, но обычный человек, все-таки, по-доброму, вот, как бы, готовится, действительно, Порой верующие вижу, что из кожи лезут вон ради этого. Некоторые служители, пастыри делятся своим опытом, что многочасовые такие стояния в молитве, как Мария Египетская в свое время предстояла пред Богом в молитве. Всякие слышу я свидетельства, очень разные порой, очень разные, очень такие даже неоднозначные. Но даже если и долгое время в молитве, в борении, об этом проявлении присутствия Бога, полноты наполняющего все во всем, все равно это внезапно, все равно это внезапно, неожиданно, потому что есть вещи, которым нельзя подготовиться. В частности, из положительных, самых хороших вещей, это полнота наполняющего все во всем, вот это сила Бога. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, святой, великий Бог наш, благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Боже, сегодня благослови Господь и хлебопреломление, причастие Евхаристию. Боже, рассуждение наше, это вот, о теле крови Иисуса, к этим вещам, братья и сестры, тоже нельзя подготовиться, хотя мы готовимся, настраиваемся, приготовляемся к причастию, рассуждаем о теле крови Христа. Но есть вещи, опять-таки, которые нельзя никак подготовиться, настроиться никак. Привыкнуть, по-хорошему я говорю, привыкнуть к этим вещам нельзя, потому что это действительно, это Бог, это Он, это Его присутствие вдруг проявляющееся. Есть таинство Бога, когда Его всесилие, Его всемогущество, Его вот эта вот, ну, благодать, милость, мир, они, казалось бы, не проявляются. Многие верующие называют это пустыней, допустим, какой-то в жизни верующего. Но в пустыне с нами Бог, даже если в пустыне, даже если все плохо, Он, даже если не ощущаешь Его, Он в этом таинство, какое-то таинственное есть такое. И Он действительно, Он есть, Он силен, Он также могуч, но иногда Его вот эта вот всесилие проявляется, вырывается наружу, как бы, вырывается. И Его Слово, Его Дух откуда приходит, куда уходит, никто не знает из смертных, даже из ангелов, никто не знает, потому что так бывает со всяким рожденным от Бога. Вот, и действительно это чудо и духовного возрождения, и рожденного свыше человека, жития в Боге, жизни в Боге, жизни с Богом. И для ангелов самих Господних, посланников Всевышнего, Всесильного, это таинство, величайшее таинство. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя. И еще раз хочу прочесть, с чего начал сегодня, еще перед трансляцией даже, чтение Ефесяна 1 глава. Здесь молитвенное такое, словословие, молитвенный гимн такой в этом послании, многие такие прекрасные слова, молитв, молитвенных слов этих записано прекрасно. И дальше, да, и еще, что он молится, о чем молится, он и благодарит. И я хочу прочесть это вновь, окончание Ефесяна 1 главы 17 стиха написано, он молится и молимся мы сегодня, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Бог нашего Господа Иисуса Христа, написано, Отец славы, дал всем нам сегодня, духа премудрости и откровения к познанию Его. Пусть и сегодняшним этим утром, вот этот дух премудрости и откровения к познанию Его, спасибо Тебе, Господь. И пусть сегодня просветил, да, пусть просветит очи сердца нашего, всех нас, глаза нашего сердца, чудно, странно, конечно, но у нашего сердца, у нашей души, у нашего духа есть глаза. Есть слепые души, есть зрячие, есть мертвые души, есть живые. И, как в эти дни тоже размышлял, перечитывал первую главу Краснова, вот этого сочинения Гоголя Николая Васильевича, «Мертвые души». Вот, да, он очень так вот художественно, очень серьезно описал, конечно, эту страшную проблему, о которой он друзьям потом писал по поводу своего произведения «Мертвые души», что без Христа, вне Евангелия, это действительно мертвые души. А потом пишет он друзьям своими, но вы не будьте мертвыми, но живыми душами. Спасибо тебе, Господь, просветил очи сердца. Пусть эти очи сердца, даже незрячие, будем так говорить, души, да, слепые души, мертвые, все равно эти очи имеют. Но пусть эти очи будут просветлены. Порой глаза нашей души, да, внутренние наши, нашего сердца, они, ну, плохо видят, знаете ли, зрение притупилось, или оно, ну, так вот, чуть-чуть смутно, как деревья там людей видит, да, как тот человек. Но пусть они просветлеют, эти очи, пусть просветлеют. Пусть это зрение восстановится, стопроцентное. Как у Савла, аминь, да, пример очень хороший из Писаний, апостола, да, Павла. Тогда Савла еще, Шауль, да. Чтобы вы познали, для чего, очень важно, чтобы просветлели очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда, призвание его. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И какое богатство, славного наследие его для святых. Это так важно, это так нужно. Больше или меньше, это каждый верующий в своей жизни понимал или понимает, осознает или осознавал. Вот, это очень важно, действительно. А в чем состоит надежда, призвание его. И какое богатство, славного наследие его для святых. Действительно, потому что не видел того глаз, не слышало то ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил он, бог, любящим его. А нам это он открывает, каким образом? Духом своим святым открывает нам. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже. И дальше, 19 стих написано, 1 главы Ефесянам написано. «И как безмерно, Аллилуйя, величие, могущество его, не просто там, здесь, а в нас верующих. И как безмерно, безмерно, могущество, величие, могущество его в нас, верующих, по действию державной силы его, который он, вот самое могущественное удостоверение, которое на все века для всех нас, это удостоверение в 20 стихе, здесь 1 главы Ефесянам, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, как он, Бог, воскресив Сына Своего из мертвых, дав нам Духа Святого, не даст нам и всего вообще, Аллилуйя. «И посадив одесную себя на небесах, потому что Духом Бога, Духом Святым, Духом Отца, Иисус был воскрешен из мертвых и вознесен на небеса, Аллилуйя. Самая сильная сила всех сил, Аллилуйя. Дух всех духов, Святой Божий Дух, Роха Кадош, Дыхание Бога, Дух Бога, «Отесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти», в 21 стихе написано, «и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем». Братья, сёстры, выше всякого имени. «Спасибо Тебе, Господь». «Спасибо Тебе, Царь». «Его имя превыше всякого имени действительно». «Небесных, земных и преисподних, прошлого, настоящего или будущего». Ну, с прошлым понятно. Но настоящего, а ещё даже не только настоящего, но и будущего. И неважно, какое это имя. Неважно, человек ли это, или обстоятельство. Неважно, это какое-то событие, страх это, искушение, боль. Какое бы ни было это имя. Человек или обстоятельство. Великий человек, богатый, влиятельный самый. Цари земные. Богатый человек и влиятельный, имеющий власти, деньги. Обычно человек, это, ну, человеку кружит голову. Редкая душа может справиться с этим, знаете ли, головокружением. И обычно такие люди, они других уже людей из-за людей не считают-то. И примеров более чем достаточно и в нашей жизни. Но, всякого имени, превыше всякого этого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, под ногами Христа, все, под ножей ног, вся земля, все мы, все. Что бы не восставало против верующего, против церкви Божьей, кто бы не восставал, это все под ногами Иисуса Христа. Мы служим великому Богу, великому Господу, который несравнимо величественен. Под ноги его написано в 22 стихе первой главы Ефесянам. И поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Наполняющий нас Бог хочет наполнить действительно весь этот мир. Иисус – глава тела Церкви Божьей, великого таинства. Благословен Господь, благословен Великий и Святой. Сегодня, совершая хлебопреломление, причастие Евхаристию, я рассуждаю о теле и крови Господа моего Иисуса Христа. Рассуждаю о Его смерти, воскресении, вознесении на небеса, втором пришествии. Доколе Он придет, я совершаю это. Доколе Он придет, мы совершаем это. Уже два тысячелетия мы совершаем это. Величайшее таинство. Христос в нас, упование славы. Рассуждаем о теле и крови Иисуса. Каждое дневно рассуждаем. Когда это рассуждение прекратится наше, когда Он вернется. Доколе Он не придет. Продолжится это чудо. Таинство. Его здесь незримое предстояние, присутствие проявляется. Одно из таких, ну, Богом данных проявлений Его, милости, Его благодати. Это вот хлебопреломление, причастие, тела и крови Иисуса Христа. Налейте себе соку. Возьмите себе хлеба. Если нет сока, то просто воды. В этой поездке я вот решил так вот, даже не ходил за соком. Хотел пойти в магазин вчера еще, ну, и в эти дни. Потом думаю, нет, нет, все-таки я буду вот так вот. Вот эти дни специально, даже в трансляции, думаю. Для трансляции не буду даже покупать. Я сделаю так вот, как вот делаю иногда, именно водой. И, чтобы тоже рассуждали мы не о качестве вина или хлеба, а о качестве вот действительно нашего этого рассуждения о теле крови Иисуса Христа. И здесь, в Рязани, я впервые в девяносто первом году осенью девяносто первого года я как священнослужитель уже стал совершать это таинство. До того я был пострижен в чтеца и подиаконствовал, потом диаконствовал. Но вот в конце девяносто первого года меня руку благали в священники. Здесь, в Рязани. Поэтому Рязань для меня особенный город. Я не часто приезжаю, дай Боже, чаще буду приезжать, но не часто приезжаю, но даже если телом отсутствуя, но духом здесь я присутствую часто. Каким образом? То есть я молюсь о Рязани, молюсь о земле Рязанской, о духовном пробуждении и я. И знаете, почему еще о Рязани часто молюсь? Потому что здесь, да, в девяносто первом году у меня покойный уже ушедший вечность блаженной памяти, светлой памяти. Архиепископ Симон Рязанский и Касимовский руку полагал в Иерее. И здесь, будучи уже Иереем, священником, я впервые совершал это таинство. В соборе, здесь неподалеку, в Борисоглебском соборе города Рязани я совершал это таинство. Потом в Рязанской области, уже в самом конце девяносто первого года, в начале уже девяносто второго года, девяносто третий, девяносто четвертый, объездил всю Рязанщину, всю Рязанскую область тогда. Ну, может не всю, но почти во всех районах побывал я в Рязанской области. Служил здесь, настоятельствовал в нескольких храмах, в командировках бывал, получал командировочное удостоверение, значит, в епархии здесь, на Фрунзе тогда. И ездил в эти села, где храмы только передавались тогда еще. Большинство храмов, где я тогда служил Евхаристию, в ее преломлении, литургию, то все только начиналось, храмы только передавались. Священников было мало, храмов передавалось много. И мы просто, ну, я помню, с ног сбивались, просто разрывались. Это каждый приходил, даже порой приходилось так, одно воскресенье в одном храме, а потом в другой храм, третий, пятый, десятый, за пару недель объезжал несколько районов. Вот, и с того времени, потом я служил уже 95-й год уже в Брянской области на своем последнем приходе, в традиционном, я имею в виду, каноническом православии. В 96-м я вышел по идейным соображениям из традиционного православия. Слава Богу, по милости Господней, я, да не являюсь архиепископом, не канонической, такой живой, реформаторской, такой православной церкви. Но в молитвах с благодарностью Богу я часто вспоминаю и Рязанскую область, и Брянскую область, в которой послужил я, в которой послужил я как священник православный, традиционный. И Московскую область, и Орловскую область, в которых я послужил как чтец, как иподиакон, идиакон. И благодарю Бога Всемогущего за духовное пробуждение, молюсь. Благодарю Бога Всемогущего о тех делателях, служителях, что здесь несут служение. И особенно совершая причастие, я каждый раз благодарю Бога за церковь его. Разные конфессии, разные динаминации. Это таинство, оно не баптистское и не православное, не католическое и не пейсякническое, и не адвентистское, и не методистское. Много разных ветвей христианства, больших и малых, древних и новых порослей. Разных, много ветвей на древе христианства сегодня. Друзья, Христос прославляется больше и больше и в этих ветвях, в плодах, на этих ветвях. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись, действительно. И Бог наполняет все во всем, действительно. Это правда. И, знаете ли, но ни одна из ветвей христианства, даже самых древних и таких могучих, не может приватизировать истину, монополизировать истину. Не может приватизировать, монополизировать Евхаристию, причастие, заявить, что только лишь это наше. Нет. Это общехристианское. Ни православная церковь, ни католическая, ни одна из протестантских церквей не может, не имеет морального права заявить, что только лишь это наше. Это наше, как бы, по канонам, по законам, все. И никто больше не может это совершать. Это Христово таинство. Это общецерковное наше таинство. И эти годы, начиная с 96-го года, когда я по идейным соображениям, именно по вере, по Слову Божьему, я сделал это. Я вышел из традиционного православия. Я с того самого времени, потому что в то время, будучи в традиционном православии, я мыслил так, что мы причащаемся только лишь мы православные, только лишь у нас есть благодать Духа, Святаго. Даже когда я начинал общаться с протестантами, с католиками, я все равно рассуждал, что полнота у нас именно вся, истинной. Но в 96-м я вышел, осознав ту истину, что полнота, она не у нас, и не у них, и не у кого. Она в Иисусе Христе. Истина в Иисусе Христе. Полнота, наполняющего все во всем. Наполняющего. Бога Святого. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И начиная с 96-го года, я молюсь, особенно совершая причастие, о том, чтобы верующие разной конфессии, разной динаминации, вместе мы совершали это причастие. Да, у нас разные идеологии, разная теология, разная практика, разные обряды, традиции, но один хлеб. Аминь. Да, как Валентина напоминает нам. Чашу благословения, которую благоставляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Да, есть. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Да, это приобщение тела Христова. Аминь. И дальше один хлеб, и мы многие одно тело. Аминь. Одно тело, и у нас одно дело. Божье дело. Одно тело Христова. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб и земли. Благодарю Тебя, Господь, за любовь Твою, которую Ты доказал ко всему роду людскому, ко всему этому мирозданию Твоему. Доказал однажды и навсегда в крови Сына Твоего, Агнца Твоего, нашего Спасителя и Господа, Иисуса Христа, Ты доказал Свою любовь. Ибо так Ты возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, Единородного Своего, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, за жизнь и жизнь с избытком. Боже, благодарю Тебя, Святой Израилев, благодарю Тебя, Господь, Боже, и благоставляю Тебя, благоставляю имя Твое, вечный Бог. Благодарю Тебя за таинство сие. Смерть Господню возвещаем себе, возвещаем друг другу, возвещаем всему миру, что кровью Иисуса Христа, смертью Его на Голговском Христе, телом ломимом Его. Мы искуплены. Я искуплен, прощен, исцелен, освящен, благословлен всеми благословениями небес, кровью Агнца Божьего, Иисуса Христа. И мы провозглашаем сегодня, я провозглашаю сегодня апостольское, вот это исповедание, символ веры, который сказали апостолы, в деяниях записан, этот символ веры записан, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Так оно и есть, дамы и господа, братья и сестры, так и есть. Этим именем святым, именем Иисуса Христа, я спасен, исцелен, благоставлен, освящен, благоставлен всеми благословениями небес, и не только в этой жизни, но и в вечности. Спасибо тебе, Господь, наполняющий все во всем, твоя полнота восхитительна, твое проявление изумительно, восхитительно. Спасибо тебе, Господь. Ты самый прекрасный, ты самый добрый, ты самый красивый, ты самый восхитительный Бог. Спасибо тебе, Господь. Благослови Господь Наше это хлебо преломление Причастия тела и крови Иисуса Христа Тело Христово приимите Источника бессмертного вкусите Аллилуйя Аминь Спасибо 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 Господь спасибо господь спасибо спасибо господь спасибо спасибо тебе господи спасибо за верность и отцовскую любовь за то что ты единственного сына пролил святую праведную кровь за то что ты единственного сына пролил святую праведную кровь видел глаз людской и слышали уши как страдала невинная плоть чтобы знали все грешные души то как сильно всех нас любит господь он был гоним для нашего спасения был беден дабы в нем я стал богат о он раны принял нам на исцеление за грешников был праведник распят за грешников был праведник распят спасибо тебе господь аллилуйя и валентина пишет здесь тоже он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились исаи писать 3 главе да аминь июля пишет спасибо иисусу за твою святую жертву которой мы бы были не мы были недостойны аминь спасибо тебе господь спасибо спасибо благоставляю вас братья и сестры дорогие друзья святые возлюбленные дети божьи благоставляю всех вас благословением священническим во имя иисуса христа аминь аминь да благословит тебя господь и сохранит тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь и ни в ком другом нет спасения братья и сестры дамы и господа ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся из города рязани древней земли рязанской приветствую всех вас именем господнем с молитвой с благодарением богу божьей милостью архиепископ сергей журавлев реформаторская православная церковь христа спасителя мир всем вам приветствие нашей киевской архиепископии всем святым братьям сестрам и пусть благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца общение святаго духа прибудет со всеми нами аминь благоставляя всех вас верующих всех благоставляя разных конфессий динаминации юрисдикций всех любящих господа иисуса христа наипаче благоставляю всех вас аминь вот и прошу ваших святых молитв тоже во имя господне ну и все контакты мои все координаты есть под этим видео под каждым из этих видео под трансляциями также пусть бог благоставит до встречи и на земле и на небесах аллилуйя